С 1 июля 2021 года должны вступить в силу новые правила оформления тюнинга. Речь идет не только о каком-то улучшении, но также об изменении конструкции, установке газобаллонного оборудования, багажников, фаркопов и так далее. Все подробности смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это канал Автосправочное. 1 июля должен вступить в силу новый ГОСТ 33670-2015. Как видно из названия, документ был разработан еще в 2015 году, однако его применение многократно уже откладывалось. Он должен был вступить в силу с 1 июля 2019 года, затем его отложили еще на год до 1 июля 2020 года, а затем случилась пандемия коронавируса, и эти изменения отложили еще на год, то есть до 1 июля 2021 года. То есть буквально уже через неделю данный документ должен начать применяться. Дело в том, что данный ГОСТ уже принят, он уже утвержден, но просто его применение временно откладывалось по решениям Совета Еврозес. Я напомню, что, пожалуй, наиболее резонансным изменением в данном документе является то, что планировалось отменить дистанционный осмотр транспортных средств после изменения конструкции. То есть раньше, по старым правилам, если вы сделали какое-то типовое изменение конструкции, к примеру, там поставили фаркоп, либо газобаллонное оборудование установили, то не обязательно было ехать именно самому в эту аккредитованную лабораторию для подтверждения безопасности конструкции. Во-первых, можно было просто сделать фотографии и направить их в эту аккредитованную лабораторию, и второй вариант был, это наоборот, пригласить эксперта этой аккредитованной лаборатории к себе, то есть провести так называемую выездную проверку. Однако предполагалось, что по новому ГОСТу эти послабления будут отменены, то есть при любом даже малейшем изменении конструкции машину пришлось бы тащить в аккредитованную лабораторию. Здесь опять же возникает множество проблем. Во-первых, количество этих лабораторий на всю страну ничтожно малое, кроме того, даже те лаборатории, которые есть, они в основном сосредоточены на Дальнем Востоке. Наверное, вы понимаете, почему. Это сделано для оформления ввозимых на территорию России праворульных машин, которые каждый раз проходят проверку безопасности конструкции. Кроме того, пока у доработанного автомобиля нет документов, подтверждающих безопасность его конструкции, он не имеет права выезжать на дороге общего пользования. Соответственно, даже если у вас поблизости, там, в вашем регионе, либо где-то в соседнем регионе, подобная аккредитованная лаборатория имеется, своим ходом туда доехать, даже просто установив глазобаллонное оборудование, вы не имеете права. Соответственно, тут опять-таки было два варианта. Первый вариант – заказывать эвакуатор. Второй вариант – везти машину на автовозе. И тот и другой вариант, я думаю, вы примерно представляете, во сколько обойдется автолюбителю. Однако сегодня в Росстандарте прокомментировали эти изменения. Они подтвердили, что данный ГОСТ должен начать применяться с 1 июля 2021 года. Но они рассказали о том, что в некоторых ситуациях все же по новым правилам будет возможность дистанционной проверки доработанной конструкции транспортного средства. Для этого необходимо выполнение трех основных условий. Первое условие – это возможность введения фото- и видеофиксации. Второе условие – это наличие необходимого оборудования и средств измерений для проведения контроля. И третье условие – это наличие навыков и знаний методики проверки конструкции со стороны заявителя. То есть заявителем может выступать либо автовладелец, либо какой-то его представитель. То есть получается, что здесь все-таки речи не идет о том, что как раньше может просто автолюбитель сделать, грубо говоря, фотографию, отправить ее в лабораторию и все. В любом случае придется иметь какое-то оборудование, средства измерения и навыки работы с ним. То есть, скорее всего, речь идет о том, что просто не нужно будет ехать куда-то в соседний регион, искать эту аккредитованную лабораторию. А я так понимаю, что можно будет просто найти какой-то автосервис, либо СТО, который сможет вам помочь провести вот эту работу. И вам останется лишь все это зафиксировать на фото и видео и приложить, получается, эти материалы к документам. К процедуре фото- и видеофиксации также есть ряд жестких требований. В принципе, здесь требования схожи с техосмотром. То есть, во-первых, фотографии и видеозаписи обязательно должны делаться в привязке к геолокации. То есть, это информация либо ГЛОНАСС, либо GPS. Во-вторых, к этим материалам должны привязываться дата и время проведения осмотра. Кроме того, есть разделение по фото- и видеофиксации. То есть, фотофиксация процесса проводится в процессе идентификации транспортного средства. То есть, когда сверяется ВИН-номер, номер кузова, номер шасси и так далее. То есть, вы подтверждаете соответствие, что вы осматриваете именно то транспортное средство, которое указано в ваших документах. А вот видеофиксация проводится уже непосредственно в процессе осмотра. То есть, когда проводится измерение и подтверждение безопасности конструкции транспортного средства. Как я уже сказал, материалы фото- и видеофиксации должны прикладываться ко всему пакету документов для того, чтобы узаконить этот тюнинг, либо изменение конструкции. При этом данным документом предусмотрен переходный период с 1 июля по 1 октября 2021 года. В этот период можно будет не проводить обязательную видеофиксацию. Можно будет ограничиться только фотофиксацией с привязкой к геолокации. То есть, и идентификацию транспортного средства, и непосредственно сам процесс осмотра транспортного средства до 1 октября 2021 года разрешается проводить только при фотофиксации. А уже после 1 октября обязательно для осмотра транспортного средства нужно будет применять и видеозапись. Также я напомню, что с 1 февраля 2021 года произошли некоторые изменения, которые также касаются изменений в конструкции транспортного средства. С этой даты вступило в силу постановление правительства, согласно которому заключения и протоколы аккредитованных лабораторий оформляются в электронном виде и вносятся в электронный реестр. Соответственно, если этих заключений в этом реестре нет, то ГИБДД имеет право отказать вам в регистрации доработанного транспортного средства. Помимо этого, в Росстандарте подчеркивают, что вот этот ГОСТ, который должен вступить в силу с 1 июля 2021 года, по сути он носит временный характер, потому что в 2021 году стартовала работа по работе над новым ГОСТом с другим названием, который будет касаться именно процедуры того, как узаконить доработанное транспортное средство, находящееся в эксплуатации. Однако, пока этот ГОСТ еще не разработан и не утвержден, поэтому на текущий период планируется применение положений вот этого ГОСТа от 2015 года, про который я рассказал. Наверняка в процессе видео у вас возникли какие-то отсылки к процедуре техосмотра. Действительно, я тоже об этом подумал, что в принципе вот эта вся процедура заложена точно так же, как и с техосмотром. То есть, я напомню, с 1 марта 2021 года диагностические карты у нас перевели в электронный формат, то же самое, как получается с этим электронным реестром доработок. Второе, введена процедура фотофиксации процесса осмотра. Здесь, в принципе, то же самое, там, как и на техосмотре, есть привязка к геолокации и так далее. Я так думаю, все эти изменения как раз-таки ввелись как в каком-то параллельном ключе, то есть, параллельно ввелся процесс реформы техосмотра и реформы вот этого тюнинга, который должна стартовать с 1 июля. Однако, наверняка вы помните по многочисленным моим видео, как на самом деле, в кавычках, заработала эффективно эта реформа техосмотра. На сегодняшний день даже уже есть множество вопросов по ней, множество проблем. Эти материалы фотофиксации сразу же научились подделывать, фотошопить и так далее. Я так подозреваю, что с изменением конструкции, с этим тюнингом в 2021 году ситуация будет примерно такая же. Кроме того, нельзя, конечно же, исключать, что эту реформу могут в очередной раз перенести, потому что несколько раз уже переносили, хотя в ситуации с техосмотром было точно то же самое. Тоже несколько лет переносили, но с 1 марта все-таки эту реформу с грехом пополам запустили. Что же будет по факту в этом году с изменениями конструкции, с тюнингом, мы узнаем уже после 1 июля 2021 года. Все, спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Надеюсь, материал был для вас полезен. Всем удачи на дорогах и всем пока!